И снова всем welcome! Это снова я, DNGP. Сегодня у нас хорошая погода. Находимся в торговом центре в городе Кавасаки. Это Ла Зона называется центр. За моей спиной сцена, там какое-то шоу, не знаю, представление. Я особо не вдавался в подробности, оно уже закончилось, тем более. Палатки стоят, раздают водичкой, но сегодня у нас речь пойдет не про это. Мы сюда приехали посмотреть вообще на вот этот магазин, в магазин Apple Store в городе Кавасаки. Да, вышли новые версии, как вы знаете, iPhone 15, iPhone 15 Pro, Pro Max, SE. Там, возможно, интересно будет глянуть и новые Apple Watch также в том числе смотреть. Ну, поехали, посмотрим. Пойдем посмотрим, что у них там. Народу сегодня дохренища, прям, прям очень много. Поэтому, возможно, сейчас мы будем это в очереди стоять здесь. Итак, вот у нас встречает обычный iPhone 15. Обычный iPhone 15 зеленого цвета. Цена у него, вот указана, 124 тысячи йен. Ну, то есть сразу делите ее пополам и будет цена в рублях. 15+, тоже зеленый цвет. Цена у него, ну, также примерно 120-130 тысяч йен. Дальше, что еще? 15 Pro. 15 Pro, вот цвет titanium. Ну, как-то он такой серенький больше выглядит. Не как titanium цвет. Да, отпечатки сильно остаются. Ну, так зато очень легкий. Телефон где-то, я не знаю, грамм... Грамм 100, 200, около 200 грамм, да. Вот, телефон 15, где-то 160 тысяч йен. 15 Pro, точнее, 15 Pro Max. Начальная цена 190 тысяч йен. Ну, по полям, если пополам, если поделить, то будет цена в рублях, где-то 90 тысяч рублей за телефон. Это Free SIM, то есть вы можете спокойно вставить даже российскую SIM-карту и пользоваться, да. Вот, вот, прайс. Да, 160 тысяч йен. Пойдем посмотрим еще другие какие-нибудь цвета здесь, что есть. Вот синенький. Да, синий тоже цвет прикольный. 160 тысяч. Это прошка 256, у них стартовый объем памяти. Да, вот это цвет. Титан. А, кстати, вот, да, вот это Титан. Вот он, это серого цвета такой он. Больше серо-желтый, да. А значит, тот, да, этого мы смотрели, это был белый. Вот он, кстати, да, это белый. Да, белый цвет. Белый Pro Max. Ну и цена до 100, 190 тысяч йен, но если топовой версии брать, я смотрел, там цены были вроде 240 тысяч йен, где-то так. Это где-то 120 тысяч рублей. Также Apple Watch, это что? Apple Watch Ultra 2. Ну не знаю, там, по-моему, ничего нового не ввели в это Ultra 2. Смотреть смысла ее нету, я считаю. То есть это обычный телефон, это обычные часы, как Ultra 1, только Ultra 2 называется. Там ничего нового нет. Вот Watch 9, да, это розовый цвет у них тут. Ну, я думаю, девушкам понравится такой вот розовенький цветик, прям хорошо. Nike Plus Run Club, тут разные приложения, вот. Да, что тут только нет. Калькулятор есть. Телефон даже, можно позвонить. Ну, если, есть же 2 версии, есть которые просто с GPS, а есть которые с сим-картой. То есть туда симку вставляешь, и можно даже прям с часов звонить, что очень удобно. Ну, тут разные ремешки выставлены, я думаю. Да, цена, кстати, я тут не посмотрел, здесь же не написано что-то. В общем, цена примерно где-то 60 тысяч йен, то есть 30 тысяч рублей за Apple Watch. Это Macbook Pro, что тут есть еще? А это iMac, да, iMac? Да, iMac. iMac, я не знаю, почему iMac, кстати. Тут только iMacbook Pro, вот этот, который рядом стоит, указана цена 288 тысяч йен. Я не знаю, кто будет брать, конечно. Ну, дорогая штука. О, новые чехлы. Новые чехлы, это вот Fine Woven, называется он, типа текстильный такой, там, не знаю, очень мягкий такой, как бы, как, похож на замшу, но не замшу. Я думаю, это какой-то, типа, текстиль, скорее всего. И, как видите, вот, уже вот кто-то просто пробовал несколько раз соло за соло телефон, уже видны, вот, затертости видны. Здесь затертости, здесь. То есть, уже недолговечная тема. То есть, чехол обычно зачем берут, чтобы, как бы, как можно дольше использовать его. Вот, вот, уже здесь и царапины какие-то есть уже. То есть, ну, вот этот, кстати, прикольный такой вот чехол для карточек, я думаю, это для, да, типа, типа маленького кошелька. Вот его на, на эту цепляешь на чехол, и он хорошо держится. Кстати, давайте проверим, а вот она обычная, если на прозрачный его прицепим, будет держаться, нет? Ну, тоже так, да, держится, ну, не так сильно, как на, на этом, на стандартном, который для него сделал. Ну, прикольная тема, но чехлы где-то, я смотрел, цену 10 тысяч йен они стоили. То есть, практически любой, вот, что вот этот, что вот этот, десятку стоит около того, где-то 5000 рублей, да. Розовые какие-то есть, прям, смотри, даже разноцветные. Это вот для 14-го, походу, да, или какой-то. А, нет, скорее всего, это для обычной модели, не про-версии, то, что камерный блок маленький, да. И есть вот силиконовый, но силиконовый чуть подешевле, по-моему, 7800 где-то около того тысяч йен. Ну, и всякие вот ремешки для часов здесь выставлены. Есть вот даже, типа, марун такой цвет, краповый такой, да. Есть ремешки просто, типа, тряпочные, ну, как спортивные, они такие, тянущиеся у них резинка. Мне вот такого плана нравятся, ремешки неплохие, вот, дизайн и все. Так выглядят, неплохо. Либо вот, да, стандартный, стандартный ремешок из этого силиконовый, да, спортивный. Это вот SM-size, ну, маленький, есть побольше. Найковские версии, найковские ремешки, да. Да, вот он, Watch Nike logo. Тоже прикольная тема, но это для влюбителей, то есть те, кто цветные, любят ремешки разноцветные. Вот, можно взять, да. Я, конечно, не эксперт, я не знаю, с чего они точно сделаны, но, судя по материалу, на силикон похоже. Очень, да, вот необычно, кстати, вот такой формы, тоже хороший ремешок, я думаю, будет хорошо держаться. Но это, так полагаю, для Apple Watch Ultra сделаны. Здесь вот у них, типа, такая вот экспозиция, да, все прицеплено, чтобы никто не снял это отсюда. Ну, и новенькие вещи, да, здесь клавиатуры, клавиатуры, большие, небольшие, маленькие, вот, Magic Keyboard, фолио. Мы, кстати, когда брали себе iPad, ну, прошу, вот мы для него брали такой Magic Keyboard оригинальный. Она стоит 44 тысячи йен, если мне память не изменяет. Ну, вот, но здесь чуть подешевле, видимо, зависит от размеров, да, вот видите. Это 38 стоит, потому что она для, это сколько это, вот, 10-ти дюймового, да, а если брать 12-ти дюймовый, да, вот этот, ну, я тут, хрен, вытащу его, наверное, да. Они тяжелые, они очень тяжелые, если честно, ну, сама клавиатура весит прилично, но вот она где-то для большой 44 стоит. Ну, там разные эти, Pencil, да, я думаю, вы в курсе, да, эти, за как, вот за стилус, да, 15 тысячи йен, считаю, тут стилус. Да, кстати, прикольно, вот, кстати, тут даже кто-то включил запись, да, вот можно попотыкать. Слоу-мо, вот зон пятикратный, да, это Pro Max, да, Pro Max, у него есть пятикратный зон оптический, что очень даже неплохо. Давайте посмотрим, как это будет вообще выглядеть. Ну, кстати, неплохая картинка прям хорошо, и... Но когда вот вводишь, да, видимо, из-за... Он перегрелся уже немного, да, она немного смазывается, но он лица прям быстро распознает, и... Быстро распознает лица, и, да, можно переключать Вову. Прикольно. Так. Убираем. Да, видите, показано, сколько у него зарядка держит 29 часов. Обычная Pro Max 23 часа. Да, и этот у нас синий также, синий. Он как черный похож, но синий написано. А вот этот, этот тоже синий, но... Похоже, вот если в таком ракурсе, он черный. Да, ну, в целом, что, быстро работает. Я в целом, как бы, давно пользовался техникой Apple. У меня был 4S, когда я был студентом здесь в Японии. И после этого я не покупал, потому что они особо ничем не отличались, что 5, что 6 для меня были абсолютно неинтересны. Вот сейчас, я думаю, какой-то, может быть, тоже присмотреть. Либо вот Pro версию, то она удобно в руке лежит. Как бы одним пальцем можно дотянуться, как и в четверке было просто удобно пользоваться. Да, но у нее всего трехкратный зум, и камера немного похуже, имеется в виду, в качестве, в плане зума. Если брать Pro Max, это, конечно, лопата еще та здоровая. Она, блин, в руке, вот, видите, то есть, не достаешь уже ты до краев экрана, до углов. Поэтому приходится работать двумя руками, но зато снимать и хранить видео очень удобно, потому что у них объем памяти большой, батарейка побольше. И как бы можно хранить уже большие объемы информации, плюс еще пятикратный зум. Я думаю, для видосов самое то. Ну, это так. Пока только планы. Пока еще, пока еще здесь я не могу ничего взять, кроме Apple Watch. Apple Watch вы можете взять прямо в магазе. А вот если вы хотите взять себе iPhone 5, например, Pro или Pro Max, то и только по предзаказу. Ну, то бишь, вы заказываете сейчас, а вам через месяц его выдадут. Ну, макбуки Pro, я думаю, тут уж как бы этим никого не удивишь. 16-дюймовые новые макбуки с большими колонками, с по бокам. Зарядка, правда, вот эта вот мне реально не очень нравится. Это старая зарядка. И стоимость его 350 тысяч йен. От 350 тысяч йен. Да, это вот с английской и японской клавой. Есть чистая английская клава. Тут уже зависит от того, какой вам нужен. Вот стандартный 14... Ну, 14, либо 13, либо 14-дюймовый. Да, вот мы на таком работали с дронами там везде. Это лимитированная версия цвета бронзы или как он называется. Rose Gold некоторые. Но это вот немного он посветлее. Да, это типа Rose Gold. Это MacBook Air. Да, и он в таком цвете. Только вот, по-моему, Air идут. Да, в других... Другие макбуки с таким цветом вы не найдете. Вот, ну, тоже легкий. Это же Air. Он весит там от силы. Ну, килограмм где-то, может быть, кило 200. Да, тоже быстро работает. Тут ничего нету. Ну-ка, еще мы глянем, как вообще по этим. Ну, да, вот менюшки. Вот, можно переключаться. Правда, все на японском. Тут ни хрена не понятно. Но для вас, я думаю, потому что для меня-то пофигу. Я-то привыкший уже. Тут это у плана, вот, золотые, да. Вот такие вот золотые часы. Или там серебряные есть, или черные. Такой вот тоже. Металлик. Стоит 117 тысячи йен. Только за сами часы. Есть, кстати, прикол. Да, вот, смотрите. Ну, допустим, если не продуктор, это вот обычный GPS берем, да. Любой там, я не знаю, там, черный, да, к примеру. И вот, смотрите, банду. Мягкие, спортивные. Вот, вот, стейнресс. Типа из нержавейки. Вот, смотрите, вот эти вот, вот этот черный ремешок. Угадайте, сколько стоит. Лучше, давайте, 2 секунды я вам дам. Угадали? Не угадали. Вот теперь, смотрите, цена. Вот. Даже нет, даже не этот. Вот, вот этот. Вот этот ремешок. И вот, смотрите, часы стоят 60 тысяч йен, да. А вот, смотрите, сколько они с этим ремешком будут стоить. Видите, цена. 110 тысяч йен. То есть ремешок стоит, как часы. То есть, для примера, ну, если вы покупаете ремешок, ну, как бы, там бы 60 тысяч, это с обычным ремешком он стоит. То есть, если вот выберем спортивный бант, там любой. Вот, rubber, там любой. Выбираем. Вот они, 64 стоят, да? Часы. А если мы выбираем из нержавейки, то вот эти, то он уже стоит 110 тысяч. То есть, просто, блин, колоссальная цена. Я не представляю, но я не думаю, что сталь 316L стоит 60 тысяч йен. Это просто невообразимые цены. Да, вот такой вот небольшой вот обзорчик вообще девайсов из Apple Store. Да, Apple Plus. Плюс черный такой, да. Вот черный. Тут, если кто любит, черные цвета. Да, можно купить без проблем. Они, ну, как я уже говорил, не залочены, поэтому мне и нравится посещать именно оригинальный Apple Store, а не какой-то Docomo I.U. или Southbank, где все телефоны уже залочены на провайдера. Мне это неинтересно совершенно. Потому что я всегда пользуюсь FreeSIM, и меня это полностью устраивает. Но для девушек, я думаю, вот розовые, смотрите. Но этот розовый только 15 и 15+. Прошек нет розовый. Ну да, вот титан. Цвет титан. Ну, как бы серый. По факту это серый цвет просто. Немного с желтизной отдает. Видимо, из-за того, что здесь лампочки желтые. И поэтому отдает желтые. Да, телефоны, конечно, классная тема, но как вам сказать? Месяц ждать новый телефон сейчас, конечно, не вариант вообще. Это если у вас есть, например, возможность где-то купить там, где они уже в наличии есть. Да, круто. Но в Японии они все вот с ожиданием где-то месяц. Ну, кроме обычных телефонов. Обычные можно найти и без ожидания, без проблем. Купить с этим AppleCare. Там были без. Вот такое вот небольшое видео. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться. Ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. Ну, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании, где я публикую все изменения о канале и новые видео. Ну, все. До новых встреч. Увидимся.